А на Миниарбате Черкеска состоялась открытая виртуальная выставка военной техники времен Великой Отечественной. Каждый желающий мог стать ее участниками. Для этого нужен был только смартфон. Подробности у Аслана Гирюгова. Россия приобрела лицензию на производство пулемета «Система Максима» в 1905 году. К началу 30-х годов прошлого века конструкция морально устарела. Пулемет был тяжелым. Водяное охлаждение осложняло действие расчета в бою. Высокий профиль затруднял маскировку, а небольшое повреждение кожуха полностью выводило пулемет из строя. Первыми, кто принял участие в акции, стали школьники Черкеска. Для их безопасности волонтеры обрабатывали руки антисептиком и раздавали маски. Помимо этого, помогали установить приложение для просмотра виртуальной выставки. Данный подход очень понравился детям, ведь во время распространения болезни онлайн-выставки помогают не собираться в помещениях. Все мы знаем, какой ущерб нанесла Великая Отечественная война не только для России, но и для всех стран мира. И это важно, чтобы не только молодежь, но и дети начальных классов поднимали, об этом видели, ну и знали. А приложение тебе понравилось? Да, очень понравилось. Это, так сказать, в современном виде, что это преподнесли в связи с коронавирусом. Это очень хорошо. Когда просто на картинках показывают это не так, а когда ты можешь посмотреть дополненно реальности, там, покрутить, посмотреть, это прикольно, да. А в чем ты видишь его важность? Ну, важность, во-первых, то, что День Победы, 75-летие Победы, вот. Это приложение как бы показывает ту технику, которая там воевала, да, то есть можно осмотреть, пощупать. То есть я считаю это важно. В данном приложении можно рассмотреть всю военную технику времен Второй мировой войны и узнать ее историю. Выставка открылась 12 часов по московскому времени по всей стране и утверждена президентом России. Организаторы отметили, что после ее окончания приложение будет активно и им можно будет воспользоваться в любое время. Эта выставка проводится у нас впервые такого рода, что путем мобильных приложений максимально дети могут увидеть в 3D-проекции, как выглядит эта военная техника. И помимо этого идет аннотация каждой военной техники, что за техника, когда произведена. Действительно, я считаю, что это популяризирует патриотизм у детей и увеличивает знания. Современные технологии все глубже проникают в нашу жизнь. И данная выставка доказала это. Баннер с QR-кодом находился на улице Первомайская весь день. И любой желающий смог присоединиться к всероссийской акции. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.